Степан Григорьевич Песахов Как будто глаза прополоскались Где деревья красивее наших берез А летние ночи полный свет и без теней Это так громадно по красоте Отец Степана был еврей И звали его Год Пейсах Позднее он крестился в православии И получил новое имя Григорий Михайлович Песахов Там же в Архангельске Григорий Михайлович нашел себе жену Ею стала Ирина Ивановна Милюкова Из семьи староверов Купец Песахов был ювелиром И имел свою мастерскую И свой небольшой магазинчик В доме купца имелась прислуга и подмастерия Степан Григорьевич Родился 13 октября 1879 года В семье купца Песахова Было пятеро детей Старший сын Павел Который впоследствии уехал в Америку Степан и трое дочерей Маленького Степана окружала атмосфера Староверческой жизни Дома часто звучали песни и псалмы Духовные стихотворения и сказания И это народное творчество Дало особое направление В духовном развитии ребенка С раннего детства У Степана проявилась Способность к рисованию Но отец пресекал попытки мальчика Серьезно заняться живописью Григорий Михайлович боялся Что и Степан, как и его старший брат Поддастся художнике-самоучке И сбежит из дома Отец счетно старался привить Степану Любовь к семейному ремеслу Он часто говорил ребенку Что нужно иметь такую профессию Которая нужна людям А вот без живописи Все нормально проживут Также отец не поощрял Любовь к чтению Маленький Степан Ночами за кроватью читал книги В гимназии Степан Григорьевич Не учился Он закончил только училище Уход из дома на тот момент Виделись ему единственным способом Вырваться из-под строгой опеки родителя Он направляется на Соловки Затем в Казань Где пытается поступить в художественную школу А позже он приезжает в Петербург И там ему улыбнулась удача Его зачисляют в художественное училище Отец смирился с выбором сына И стал понемногу Всего по 10 рублей в месяц Высылать деньги из Архангельска Жить на эти средства было чрезвычайно трудно Наступил 1905 год В стране развиваются революционные события За свои высказывания против самодержавия Его исключают из училища На его имя был выписан запрет на обучение в России Денег на выезд и обучение за границей у него не было Степан Григорьевич попал в сложную ситуацию Еще и потому, что у него не было документа Об образовании и о праве занимать учительскую должность И Степан Писахов отправляется путешествовать Он посещает Новгород в 1905 году Арктический Север, Новую Землю И все это время его верный спутник Это Мольберт Позднее Писахов посещал Север не менее 10 раз И всегда с восхищением отзывался о коренном населении И красотах природы Затем он посещает страны Средиземноморья Попадает в Иерусалим, Египет Пишет картины в Турции и Сирии Занимается в Свободной Академии Художеств Парижа Затем в Риме он проводит выставку Его полотна просто потросли зрителей серебряным сиянием И возвращается к себе на родину в Архангельск Но самым памятным для Писахова стало путешествие в 1914 году Когда он принял участие в поисках Георгия Седова на корабле Святого Фока Поток переменей мест Писахов сохранил до глубокой старости Но отныне путешествовал только по северу Чаще всего ходил в Арктику На новую землю, в Карское море На землю Франца Иосифа Он исходил вдоль и поперек Весь северный край Печору, Пенегу, Онегу, Мизень Писахов изучил быту, культуру севера Как никто другой знал старинные обычаи и обряды Запоминал легенды и сказки Известность Степан Писахов снискал Как автор изумительных оригинальных сказок Рассказывать свои сказки я начал давно Часто импровизировал и очень редко записывал Первая сказка «Ночь в библиотеке» Мною была и написана, когда мне было 14 лет Первая его опубликованная сказка «Ни люба, не слушай» Появилась в 1924 году в сборнике «На Северной Двине» Издаваемом Архангельским обществом краеведения Писахов сразу нашел удачный образ рассказчика Сеня Малина из деревни Уйма От лица которого и повел повествование о своих сказках По словам Писахова, с синей малиной я познакомился в 1928 году Жил Малину в деревне Уйме в 18 километрах от города Это была единственная встреча Старик рассказывал о своем тяжелом детстве На прощание рассказал, как он с дедом на корабле через Карпаты ездил И как собака Роско волков ловил Умер Малина, кажется, в том же 1928 году Чтя память безызвестных северносказителей Моих сородичей и земляков Я свои сказки веду от имени Синей Малины Один из излюбленных приемов Писахова Материализация природных явлений Слова застывают льдинками на морозе Северное сияние дергают с неба и сушат И так далее Становится толчком для развития авторской фантазии во многих сказках Это во многом определяет тот особый юмор Который так характерен для сказок Писахова Все, о чем говорится в них, вполне может быть Если в самом начале допустить существование таких овещественных явлений В 1939 году его принимает Союз советских писателей В вторую книгу, которая была издана в 1940 году, вошли 86 его сказок Во время войны писатель и художник находился в Архангельске Он часто выступал в госпиталях и делился близкими тягостей толовой жизни Только в 1957 году он наконец-то издается в Москве Книгу оформлял художник Иван Кузнецов Издание получилось очень красочное И только теперь Писахов получил всесоюзную известность Архангельский Писахов был заметной фигурой Его считали достопримечательностью города Когда он шел по улице, архангел-городцы узнавали знаменитого сказочника Был он приземист и широкоплечь Лицо густо заросло бородой Кустистые свисающие брови прикрывали глаза Из-под старомодной широкими полями черной шляпы Неспотала грива седых волос Дети нисколько не боялись его Приходили к нему в дом на улице Поморской целыми классами За книжками И он дарил им свои сказки Сколько экземпляров находилось Писахов почти 25 лет проработал в школе Преподавал рисование с 28 года в школу города Архангельска Свои последние годы жизни он провел в Архангельске Когда его спрашивали о возрасте Сказочник непримерно шутил Что в субботу будет 500 лет А также упоминал Что собирается дожить до 2000 года Об этом он и написал свою последнюю сказку В 1959 году Умер Степан Григорьевич весной 1960 года Похоронили его на Ильинском кладбище Архангельска В конце 2007 года в Архангельске на улице Поморской Был открыт музей Степана Писахова Музей и 8 залов В которых представлено более 150 картин Документы и личные вещи художника А также музейные объекты Воссоздающие атмосферу того времени Главная идея музея показать жизнь и творчество Степана Писахова На фоне времени, в котором он жил В 2008 году на пересечении улицы Поморской и проспекта Чумарова-Лучинского Установлен памятник писателю Автором которого является Сергей Сюхин Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...